Впервые за 10 лет Казахстан поднялся по индексу гендерного равенства. При этом все еще существует значительный разрыв между мужчинами и женщинами. Это касается как социального положения, уровня зарплат, так и места в обществе, а также карьерных перспектив. В республике все еще наблюдается невысокий уровень предпринимательской активности женщин. В малом и среднем бизнесе задействовано 30% женщин и 70% мужчин. Почти 10% женщин, проживающих в законном или гражданском браке, экономически зависимы от своих партнеров. Так, по данным нашего исследования, почти 10% женщин, проживающих в зарегистрированном или гражданском браке, экономически зависимы от супруга либо гражданского партнера. По данным массового опроса, 47,3% женщин хотели бы открыть свое дело, заняться бизнесом. В качестве наиболее частых причин, препятствующих этому, они называют нехватку финансовых средств 64,7%, нехватку опыта, знаний 33%, а также наличие страха 22,4%. Есть еще немало женщин, которые нуждаются в защите, хотя изменения по данной части все же есть. За последние два года количество сотрудников МВД по защите женщин от насилия увеличилось в два раза. Напомним, с 22 года обязанность по сбору доказательств вины агрессора в случае насилия возложена на полицию, а не на потерпевшего. Почти 5% граждан сталкивались с проблемой сексуальных домогательств. И стоит отметить, что женщины сталкивались с этим в 10 раз чаще, чем мужчины. Более 5% граждан сталкивались с угрозой физического насилия, как мужчины, так и женщины. Мужчины сталкивались с данной угрозой преимущественно на улице, женщины в общественных местах и дома, что говорит об актуальности проблемы домашнего насилия. При этом треть казахстанцев отмечает улучшение ситуации по борьбе с домашним насилием за последние два года. Отчасти это связано с деятельностью государственных органов. Почти четверть респондентов, 23,6%, нейтрально либо положительно оценивают явление насильственного похищения женщин. Важна роль женщины в политике на местном, государственном и международном уровнях. Для поддержки экономической активности и экономических возможностей женщин рекомендуется расширение института менторства для женщин, информирование о доступных мерах экономической поддержки и способах их получения. Также рекомендуется расширение сети государственных детских садов, увеличение времени их работы за счет дополнительных вечерних групп на бесплатной или льготной основе. Как бы то ни было, активная роль женщин во всех сферах жизнедеятельности не только приветствуется, но и является неизбежным, сказали специалисты. При этом немаловажным является желание самих женщин, уверенные эксперты.